Сегодня хочу поделиться с вами отличным рецептом, как приготовить ребра дракона в красном вине. Это блюдо идеально подойдет для посиделок с друзьями, когда все не за рулем. Давайте пробовать! Для приготовления этого блюда вам понадобятся свиные ребра. Советую брать ребра с поперечным резом, тогда они лучше прожарятся и их можно будет порезать на порции. Также выбирайте ребра не слишком жирные, с большим количеством мяса, тогда вы сможете полностью насладиться удивительным вкусом блюда. Вкус действительно получается отменным. Отмечу, что сами по себе ребрышки, запеченные в духовке, очень даже вкусные, но вот в соусе из красного вина и томатов, это просто какое-то волшебство. Блюдо начинает играть новыми вкусами и ароматами, да так, что не хочется портить его какими-то гарнирами. Поэтому советую подавать ребра дракона в красном вине с легкими овощными салатами, так будет наиболее вкусно. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Духовку разогрейте до градусов. Ребра промойте и обсушите бумажными полотенцами. Поместите ребра в форму для запекания и натрите их с каждой стороны солью и перцем. Советую использовать свежемолотый перец, он имеет более яркий аромат и насыщенный вкус. Если у вас нет мельницы для перца, можете использовать кофемолку или просто раздавить перец скалкой, предварительно насыпав его в полиэтиленовый пакет. Добавьте в форму мл воды, накройте форму фольга и отправьте в духовку на 1 час, температура, градусов. Тем временем приготовьте винный соус. Его можно готовить в сотейнике или просто в сковороде с толстым дном. В сковороду влейте вино, уксус, добавьте сахар, немного перца, также добавьте томатный соус и томатную пасту. Хорошенько перемешайте и варите на медленном огне минут. Соус должен стать полностью однородным, приятного бордового цвета. Выньте форму с ребрышками из духовку. Снимите фольгу. Кулинарной кистью смажьте ребрышки сверху и по бокам подготовленным соусом и отправьте в духовку еще на минуту. Температура градусов. Ребрышки в красном вине готовы. Подавайте их горячими. Кушайте с удовольствием. Кушайте с удовольствием.